МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер Анна Меликян в отчаянии. Съемки срываются. И виновата героиня эпизода. Уже год режиссер не может найти актрису на эту роль. Маленькую, но сложную. Нужна красавица, от которой дух захватывает. Отсмотрены сотни претенденток, и все не то. И тут Меликян звонит возбужденная помощница. Я нашла ее. Я увидела ее по телевизору. Совершенно какая-то потрясающая, красивая. Вот она ее увидела просто в передаче, буквально в тот момент, когда мы ее искали. Увидела Веронику. Киношники начали срочные розыске. Выяснилось, что зовут девушку из телевизионного ток-шоу Вероника. Ей 20 лет. У нее красивая внешность и страшная судьба. 1995 год. На сибирской трассе Новый Бирюсинск-Тайшет тяжелая авария. В одной из машин обнаружили мертвого мужчину и 10-летнюю девочку. Всю в крови, без сознания. Это была Вероника. Три месяца в коме. 92 бесконечных дня. Каждый из которых мог стать последним. Кроме матери, в то, что Вероника выживет, не верил никто. Но девочка очнулась. Вместо золотого сентября за окном – холодный мрак января. И новая жизнь, в которой Веронике навсегда придется смириться с тем, что у нее нет ног. После аварии врачам пришлось ампутировать обе ноги. Когда, помню, я проснулась, ну, очнулась после кома, вот сидела мама, и она плакала. Я просто сказала, чтобы она не плакала, потому что это судьба такая. Я говорю, я же не плачу, я говорю, ты не должна. Через несколько лет умерла мама. Вероника взрослела в интернате для детей-инвалидов. Однажды она поняла, кроме жизненной энергии, у нее есть кое-что еще – природная красота. В маленьком городке, где все на виду, быть красавицей непросто. А красавице-инвалидам и вовсе неприлично. Жители Болохова с подозрением косились на девушку. Снова и снова Веронике давали понять – если ты инвалид, знай свое место. Или сиди в интернате, или ступай на перекресток, просить подаяния. Некоторые доброходы даже сами совали деньги. Они брала, оскорбляли. Подошел мужчина, начал совать деньги, и когда я ему сказала, не надо, он сказал, что ты меня Бог наказал, потому что я такая грубая. Знаете, вот как можно к человеку, который вот так вот подойди и сказать. Я ему, правда, ответила, что я его сейчас на рельсы выкину, если бы он не свалит отсюда. Комнатка без удобств в общежитии. Мизерная пенсия по инвалидности. Одиночество. Ни работы, ни перспектив. Однажды Вероника услышала про брачное агентство, которое ищет для девушек с ограниченными возможностями женихов за границей. И решила попробовать. Ей нечего было терять. Ее фото разместили в интернете. И в жизни Вероники начались удивительные перемены. Сначала успех в брачном агентстве. На фотографии у красивой блондинки сотни писем от заграничных поклонников. Потом ее фото находят телевизионщики. И вот Вероника уже участвует в ток-шоу про красавиц инвалидов. А через два дня после шоу Веронике звонят и задают совсем уже фантастический вопрос. Девушка, хотите сниматься в кино? Вероника сначала не поверила. Жизнь отучила верить в чудеса. Оказалось, все правда. Приглашение с МАС-фильма. Пробы для художественного фильма «Русалка». Создателям фильма нужна была именно такая красавица. И, наконец, они нашли ее. Вот был у меня один дипломат. Так меня любил. Так любил. Просто смерть. В рестораны водил. Я там икру ела. Черную. Виски запивала. Вкусно. Очень смешно было на репетициях. Там надо было очень грубо ругаться. Прямо с такой жестокостью. А меня так смех пробивал. Просто вот я не могла остановиться. Аня сказала, ни х** не выйдет. Но самое смешное, что, когда перед камерой, я даже не волновалась, я сразу брала себя в руки. Хочешь повеселиться? Лови! Лови! Козер! На выход. Тебя добыли спросить. Упырь гнойный! Три месяца съемок. Жесткое расписание. Вероника снималась, как все, без поблажек. Ее роль почти вся построена на крупных планах. Это тот самый случай, когда в кино попадают в буквальном смысле за красоту. Ну и потом она даже не позволяет себе относиться к ней как к какому-то инвалиду или как к человеку, который чем-то там обделен. Она настолько вот сразу, она простая, она веселая, заводная, и она общительная. И ты буквально там через 10 минут общения, особенно когда ты сидишь уже за столом, ты забываешь о том, что с этой девушкой что-то не так. Роль в кино, презентации, знакомство со звездами. Оказалось, это не самое важное событие в жизни Вероники. Впервые она влюбилась. Вероники нету ног, да, но она при этом очень красивая. С этим никто не спорит. Она даст фору там любой фотомодели какой-нибудь даже так вот. И как бы ее умом, ее характером это не прикрывается. То есть вот она умная, красивая. То есть редкое сочетание, которое сейчас встречается в нашей жизни. Алексей – обычный парень, москвич, под два метра ростом. Кинооператор с Мосфильма. Но, как ни странно, свела его с Вероникой не съемочная площадка, а случайная встреча. Алексей приехал в Болохово к знакомым. На улице увидел девушку и не смог забыть. То, что люблю, я понял буквально через месяц. Мне другого не нужно было. У меня не много девушек было, но ни одной девушки, кроме Вероники, я не говорил, что люблю. Потому что словами бросаться – это не для меня, по крайней мере. Через месяц Алексей приехал в Болохово, чтобы снова увидеть Веронику. Вскоре он предложил ей переехать к нему в Москву. И сразу представил друзьям и родителям – это моя невеста. С многими сложностями столкнулся. Потому что необычно выглядит, когда высокий здоровый парень идет с девушкой инвалидной. Друзья остались. Зачем тебе это нужно? Ну, предостережения все. От родителей не было ни разу. Они всегда считали, что если мой выбор, значит, они его поддерживают в любом случае. Это же не криминал, это же просто любовь. До 20 лет я не жила. И после 20 я только начинаю, как запоздал этот суток, начинаю жить. Как выяснилось, начала я жить после знакомства с Лешей. Он дал вот это вот, вздохнул в жизнь, как-то вот этот вздох мне. Я вместе с ним вздохнула. Потому что до этого только хотелось выдыхать, выдыхать, выдыхать. Потому что очень много унижения пришлось пережить. Они уже год вместе. А недавно Алексей подарил Веронике кольцо и сделал официальное предложение руки и сердца. Свадьбу назначили на апрель. Влюбленные верят, что этот весенний месяц принесет им счастье. Лучше родиться и красивой, и счастливой. Но, понимаете, жизнь такая сложная, что очень много будет ставить под ножек. Когда она тебя плюет, когда она тебя показывает пальцем, когда говорят гадости. Очень тяжело вот как-то вот нести вот это бремя на себе. И потом ты уже понимаешь, что счастье есть. Вот ты находишь его в мелочах. Птички, в вашем листе, вот дождик такой вот маленький. Очень приятно, радуга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова